Лучшее в стране Ура! 28-29 октября на ВДНХ пройдет пятый международный фестиваль спорта и здорового образа жизни SNPRO 2017. Специальный гость фестиваля Хафтер Бьернсон. Да, и Хафтер, мы хотели спросить, что вы будете делать на этом фестивале, чего ждать поклонникам. Это будут какие-то мастер-классы, либо можно будет там с вами почему-то у вас поучиться или просто пофотографироваться. Завтра я буду на выставке SNPRO и буду встречаться со своими фанатами, просто общаться и надеюсь, что смогу кого-то смотивировать в жизни. Ну действительно, у Хафтера Бьернсона есть чему поучиться, потому что у вас такой длинный спортивный путь и к своим 29 годам я правильно посчитала? 29, да? 26 ноября мне 29 исполнится, да, сейчас 28. Вы успели действительно очень-очень-очень много сделать. Кстати, вот про мотивацию, про ваш поклонец. Вы знаете, что по всей стране организованы автобусы, мы тут с Романом узнавали. Ну, мы так предполагаем, что женщины со всей страны на автобусах приедут на SNPRO 2017, чтобы посмотреть на богатыря, на Хафтера Бьернсона. И здесь у меня вопрос, и я думаю, что у тысяч девушек, которые нас сейчас смотрят и слушают, какими должны быть ваши поклонницы, чтобы у них был шанс хотя бы на вашу улыбку? Я смотрю на вас и могу улыбаясь уже. Ну, вы знаете, друзья, это вот тот самый случай, когда ведущая, которая в принципе не стесняется, немножечко даже... Зарумянилась. Покраснела. Ну, и если вы обожаете силовой экстрим, если вы уважаете силовые виды спорта, друзья, приходите на ВДНХ в ближайшие выходные и берите автограф у Хафтера Бьернсона. Самое главное, вы получите мотивацию и заряд того, чтобы вы хотели, и вы делали правильные упражнения для того, чтобы стать сильными людьми. Мы скоро вернемся, оставайтесь в компании Страна ФМ. Лучшие в стране на телерадиоканале Страна ФМ. Нашего гостя, дорогие друзья, можно узнать и по походке, и, конечно, по росту. Два метра шесть сантиметров. Хафтер Бьернсон сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Итак, мы продолжаем вопросы задавать. Интересно нам много. Да, Хафтер, вы начинали свою карьеру как баскетболиста, занимались этим все детство до тех пор, пока у вас не случилась травма колена. Вы знаете, вот мы с вами заговорили про мотивацию, и хотелось бы спросить, что обычно помогает вам не сломаться, сказать, я буду продолжать дальше. Как случилось так, что вы, несмотря на такое, да, действительно фиаско для спортсмена, не просто продолжили, а стали лучшим из лучших? Да, я начинал свою карьеру как профессиональный игрок. И после I injured my ankle два раза, I had surgery, I went into the weight room, started to lift weights, and I felt in love with lifting heavy weights. Started competing. После травмы мне пришлось пойти в тренажерный зал для реабилитации, и я просто влюбился в железо, начал заниматься, и потом начал уже выступать. Но не так просто, вы же встретили там Магнуса, Вер Магнусона, который сказал, парень, а не попробовать ли тебе стать самым сильным и самым крутым на планете? Было такое? У нас из Исландии четыре, два человека, которые четырежды становились самыми сильными людьми на планете. Ой, ну то, что в Исландии много сильных мужчин, in your country, you have a lot of very, very extraordinary strong men, really. У меня вопрос к Хафтару по поводу его папы и дедушки. Это же тоже очень высокие, сильные люди. Они как-то в своей жизни применяли то, что даровано им природой. Применяют, может быть, сейчас. Чем они занимались, занимаются. Причем дедушка выше вас на один сантиметр. Папа и дедушка оба очень высокие люди, сильные. Дедушка был фермером более 30 лет. И отец тоже. Они оба были очень людьми, работающими физически тяжело. Это вот в генах у меня. Быть сильным и большим. Чему научил ли вас ваша папа и дедушка? Какие слова в детстве, может быть, вы запомнили, они говорили вам, как-то вас мотивировали, что вы каждый день просыпались и шли заниматься спортом? Почему я об этом спрашиваю? Потому что в России сейчас дико популярен спорт. Каждый, наверное, ребенок, да, Роман, занимается спортом. У нас повсюду тренажерные залы, девочки ходят на фитнес, все качаются. И многие, кто смотрит на вас, сейчас думают, господи, ну, хавтер смог, а мне вот лень даже с дивана встать. Вот чем вы завтра будете мотивировать на SNPRO? Вот можно немножечко, как-то, вот несколько от вас каких-то ваших советов? Буду завтра общаться с людьми, пытаться мотивировать их. Очень важно ставить цели в жизни. И потом смотреть, что у вас дальше с этими целями, потому что победитель — это тот, кто не сдается, а тот, кто продолжает вперед. Вопрос, который касается кинематографа, хавтер, мы знаем, является горой из «Игры престолов». И вот хотелось бы поклонникам сериала понять, что будет дальше, сколько еще мы будем наслаждаться игрой хавтера в этой картине и в каких других. Как насчет восьмого сезона? Мы все ждем. В следующем месяце уже я начинаю съемки в восьмом сезоне «Игры престолов». Супер. И в будущем в других проектах также буду сниматься. Но я не только актер, я еще и профессиональный спортсмен, и мне очень сложно иногда соблюдать баланс между выступлениями. Но сейчас что первично все-таки? Спортивная карьера, в которой вы уже достигли всего, чего, наверное, только можно? Или вот сейчас играть-играть кино-кино? Мне нравится и то, и другое. Выступать в «Стронгмене» и сниматься. Я счастлив, что я могу делать то, и другое. Но страсть моя – это выступление в силовом экстриме. У нас не очень много времени остается, а вопросов просто массово. Знаете, вот мы с Романом разглядывали ваш инстаграм, пока вас ждали. Это было, да, действительно. Да, и, конечно, поразились некоторым вещам, количество стейков. Я на одной тарелке вообще насчитала восемь кусочков мяса. Расскажите вот буквально вот в двух словах про свой рацион, потому что это дико интересно. Правда, что там 10 тысяч калорий в сутки? Рацион у меня очень напряженный. Много ем, питаюсь каждые два с половиной часа. Вы даже в одном интервью сказали, что вам надоедает так много есть. Устаешь от того, чтобы есть, только. Но я хочу быть сильнее, быть в хорошей форме, поэтому это то, что приходится делать. Угу. Какой-то особый режим сна у вас, наверное, тоже есть, да, как у силача? Угу. 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 Да, у меня есть режим сна, но соблюдать его, конечно, сложно с учетом путешествий постоянно. А как же ваша собачка с учетом путешествий поживает? Это первый вопрос. И как вы так долго обходитесь без своей любимой доченьки? Я думаю, что я знаю, что вы очень скучаете по ней. Она у вас очень симпатичная. She's very cute. Yes. Спасибо, да, она очень красивая, чудесная. Она всегда со мной в моем сердце, и также на руке она напоминает мне о себе. Красиво. Для тех, кто у нас только слушает, поясню, что на руке у Хафтера Бьернсона татуировка его дочери. Дочка увлекается каким-нибудь спортом? Или вообще, насколько она относится к активным видам досуга? She does. She is doing ice skating. Да, занимается спортом. She is in musicals as well. И участвует в musical. Отлично. That's great. А про собачку не сказали? Собачка когда-нибудь самый сильный человек мира гуляет? Можно вас увидеть в парке прогуливающемся? Is Asterix your name? Name of your dog. Name of your dog. I'm sorry very much. Yes. Name of my dog is Asterix. Asterix. Собаку Asterix у меня зовут. Гуляете ли с ней, да? Yes, sometimes. Да, иногда гуляю с собакой. Ну, смотрите, Хафтер, последний, вот не последний, а один из важнейших рекордов, который вы установили, это, конечно же, роман Магиня. Рекорд, который держался тысячу лет, и 650 килограммов было бревно, которое Хафтер перенес. Насколько это было сложно готовиться к такому рекорду? И как вам вообще в голову пришло его установить? В Норвегии было, если я не ошибаюсь. После чемпионата Викинга в 2015 году. И мне сказали, что можно попробовать побить рекорд тысячелетний. И, конечно, долго готовился очень, но смог побить. Поздравляем, поздравляем. Вопрос, который касается силовых дисциплин. Самое любимое упражнение у Хафтера и самое нелюбимое в силовых видах спорта? Таких нет упражнений, которые мне не нравятся. Я обожаю заниматься, качаться. Четыре часа в день у вас, четыре часа в день на тренировки уходят, да? До четырех часов, но сегодня, конечно, меньше, потому что сегодня напряженный день. Ну вот на вас смотришь, Хафтер, и думаешь, что вы действительно идеальный человек во всем. Бывают ли у вас дни, когда вы самые-самые-самые обычные, когда вы жуете шоколадки, ешьте арахисовую пасту, пьете газировку и говорите, я не хочу ничего делать, тренироваться тоже не буду? Лениться, да, можно лениться, да, можно лениться, да, я не хочу ничего делать, как это случилось. Действительно, да, но я стараюсь держать дисциплину в течение всего года, но да, бывают такие деньги. И в этом, видимо, секрет вашего успеха. У нас остаются буквально считанные секунды. У нас минута. Слушайте, я хотел спросить про книгу. Исландия, говорят, одна из самых читающих стран в мире. Вы что-то читаете, любите художественную литературу, какую-то профессиональную? Я не фанат чтения. Откройленно. Не читаю много. Окей, а что вы делаете в самолете, пока летите на очередные соревнования? Я стараюсь или спать, или фильмы смотрю. Друзья, фильмы с Хафтером Бьернсоном мы еще увидим. Смотрите в интернете, читайте в инстаграме у Хафтера. Ну, а в ближайшие выходные он появится на ВДНХ в рамках пятого международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SNPRO 2017. Спасибо вам огромное. Thank you very much за то, что вы к нам пришли. Действительно, сегодня у нас в студии был самый сильный человек планеты. Человек, который сделал так, что Юлия Егорова даже не покраснела. Зарделась. Я это интервью не забуду. Спасибо вам большое. Спасибо большое за приглашение. До новых встреч, друзья. Пока-пока.